Я хотел попросить Николая Сергеевича, какие-то выводы тоже подвести итог. Пожалуйста, Николай Сергеевич. Спасибо большое, Николай Петрович. Во-первых, огромное спасибо за то, что тема поднята на столь высокий уровень. Она действительно назрела. Я бы не хотел останавливаться и повторять то, что уже было сказано, но все-таки точно так же на рабочей группе, которая существует, и к работе, в которой я всех присутствующих в зале приглашаю, это при Комитете по экологии и охране окружающей среды, выработка изменений к закону, в том числе и об особо охраняемых территориях. Точно так же те проблемы, которые были здесь подняты и в рамках государственно-частного партнерства, многие вопросы пересекаются абсолютно с сегодняшней темой. И экологический туризм, определения которого сегодня нет, это тоже работа, которую предстоит сделать. Не удивляйтесь, пожалуйста, что мы охотники, наверное, являемся прямыми и самыми, наверное, заинтересованными людьми в том, чтобы животных было как можно больше. Абсолютно подтверждаю, что охотничье сообщество мировое во многих странах практически возродило из небытия многие виды животных, которые сегодня не являются краснокнижными, они являются охотничьими. В том числе, да, в мире существует практика охоты и на краснокнижных, редких видов охраняемых, но Россия на сегодня к этому, конечно, не готова, потому что у нас не созданы даже предпосылки того, чтобы таким образом, тем более, стимулировать еще и развитие и направление, что самое главное, этих денег, потому что бюджетное правило, как мы уже отмечали, присутствующее, оно не позволяет окрашивать деньги и направлять их на конкретные программы. В том числе, что я хотел бы отметить, в нацпроект экологии, если я обращаюсь к представителям от Министерства природных ресурсов, я скажу, что охране животных там практически не уделено, ну, условно скажу, в отношении тех денег, которые выделяются на охрану, на охрану животного мира, это, ну, в районе статистической погрешности. Сегодня многие особо охраняемые территории, имея законодательное разрешение пускать к себе посетителей за деньги, фактически не имеют такой возможности, по той простой причине, что они не имеют никакого, хоть сколько-нибудь нормального финансирования, не говоря уже ни от субъектов, не тем более федерального бюджета, если речь идет о федеральных, о оптах. Поэтому, соответственно, они приглашать этих посетителей не могут, инфраструктуру строить не могут. Кстати, здесь тоже есть проблемы по постройке этой инфраструктуры. У нас сегодня хозяйственная деятельность, ну, и кое-какая другая запрещает напрямую закон. Это вот к вопросу о, я хотел вам задать, да, нацпарках. Там тоже с особой осторожностью, и наша рабочая группа тоже собирается над этим поработать обязательно. Совершенно согласен с Татьяной Сергеевной в части, что все стороны, в данном случае, если речь идет о ГЧП, должны быть удовлетворены. Это раз. Второе. У нас, к сожалению, коллеги, не звучали темы, я ждал их от рыбаков, ну, по крайней мере, предложений в отношении торговли сетками китайского и другого производства. Сегодня у нас может их купить любой человек. За это ответственности практически никакой. Без лицензии приходи, покупай сколько хочешь, оставляй в водоеме, все это гниет, стоит три копейки. В том числе, преследование по закону электроудочников предполагает, ну, максимум, если это административная ответственность. Мы, помните, да, за браконьерство теперь ввели и уголовную статью у нас до пяти лет, но в том числе все-таки они, доказательная база вреда электроудочки сегодня отсутствует. И когда мы разговаривали с коллегами из министерства, это первое возражение, которое мы получили. Тем не менее, это огромная проблема, она существует, потому что электроудочка выбивает не просто рыбу, она выбивает зоопланктон, который питается рыбой. Ну, это биоценоз практически. Там выжженная пустыня образуется в районе многих квадратных метров, даже сотен, если он проплыл с этой электроудочкой. Дальше. Немаловажный момент. Он звучал по поводу медведей и волков. Охота. Ну, так как мы сегодня уже, в общем, друг другу смело говорим глаза, все-таки медведи сегодня, численность медведей в России возросла настолько, что этот вид давным-давно, хотя бы на какое-то время, должен вывести, быть выведен из лицензионных видов. Или, по крайней мере, охота на этот вид должна вестись круглогодично. Я понимаю, я представляю, что сейчас экологи в моем отношении скажут. Я понимаю. Но медведь выжирает поголовье лосят, косулят. Он сегодня идет в деревню. Если не урожай шишки, это люди. И смертельные случаи, причем они не входят в статистику во многую, которую сегодня откровенно замалчивают. Касательно волков, то же самое. У нас в Советском Союзе активно использовались яды. Эти яды ест, в том числе, енотовидная собака, наносящая огромный ущерб, в том числе и леса. И мы сегодня, опять же, этого сделать не можем. У нас волки, сегодня также заходят в деревню, едят собак. В общем-то, их численность, а организация охоты на волка – это очень трудоемкое занятие. И, в принципе, мы должны, наконец, понять, что определенное регулирование численности волка с помощью, в том числе, ядов, оно должно, хотя бы на какое-то время, это, опять же, мои слова адресованы к Министерству природных ресурсов, оно должно быть все-таки хоть на время возобновлено. Я говорю о том, о чем просто мы сегодня не упомянули, хотя я во многом поддерживаю высказавшихся коллег. Спасибо огромное. Еще раз напоминаю, приглашаю всех, кто здесь присутствует, к работе нашей рабочей группы по выработке изменений к законодательству. Особо охраняемые территории, эта рабочая группа существует, записывайтесь, всех ждем.